Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите телеканал ЛОД. Меня зовут Галина Горишняк. Тема дня сегодня – реформирование областной службы ГАИ. У нас в студии Дмитрий Бородавкин, исполняющий обязанности начальника территориального сервисного центра города Лисичанска. Здравствуйте! Добрый вечер! Вместо знакомых всем ГАИ и МРЭО на Украинской Луганщине, как и по всей Украине, появились территориальные сервисные центры МВД. Расскажите, вот как проходил процесс реформирования? Насколько болезненно или наоборот, вот все прошло легко, гладко? Да, действительно. В ноябре 2015 года вступил в силу действия закон Украины о национальной полиции и функции так называемых МРЭО переданы вновь созданным сервисным центром. Наверное, нет ни одного ведомства, где бы реформа проходила безболезненно. Нас, наше ведомство, реформировали последние несколько лет. Мы меняли название. МРЭО изменилось на отделение регистрационно-экзаменационной работы ОРР. Затем были центры оказания услуг, связанных с использованием автомобильного транспорта и, наконец, сервисные центры. Даже те юридические лица, с которыми мы постоянно взаимодействуем, они время от времени уточняют, вас опять не переименовали. То есть, действительно, такая проблема назрела и существует такая проблема, да. Новое название, новые функции или нет? Вот скажите, сохранился ли перечень услуг, которые раньше люди могли получить, придя в МРЭО? Вот, действительно, часто могут упрекнуть в последнее время о том, что меняется название, меняются вывески, обновляются фасады. Но люди остаются те же, здания остаются те же и методы работы остаются те же. Я при подготовке к передаче разделил лист чистый пополам и на одной стороне написал наименование, которое нам пришлось... Которые были уже в вашей истории. Да. И перечень мероприятий, которые улучшили нашу работу. И вот, если в первой половинке получилось 4 строчки, то вторую половину листа я исписал до конца, перевернул и дописывал на обратной стороне. Да. Очень много многих полезных мероприятий, которые, ну, очень сильно коренным образом изменили работу, упростили ее для граждан. Давайте говорить более конкретно. Вот о чем сейчас вы говорите? Ну, если можно, немножко истории, два слова. В 1936 году появилась госавтоинспекция. В ее составе были два отдела по учету транспорта и по подготовке кандидатов в водители. Примерно к 1960 году эти два отдела слились в один и вот получился прообраз так называемого современного МРЭО. В Луганской области эта организация была в областном центре, она действительно была межрайонной. По заявке автопредприятий и автошкол она выезжала в города, согласно графика, и занималась регистрацией автомобилей и приемом экзаменов у кандидатов в водители. В 1974 году в связи с ростом транспорта, в связи с популяризацией профессии шофер, такое МРЭО появилось в нашем крае, в городе Лисичанске, которое тоже было межрайонным и обслуживало Кременской район, Попаснянский район и города Лисичанск, Рубежный и Северодонецк. Ну, люди моего возраста и старше помнят, как это было, когда приезжали заранее, за час до открытия МРЭО. Это МРЭО было на повороте Мельникова, стоянка была уже заполнена машинами и близлежащие улицы были заполнены машинами. Стояли тогда одну очередь к девушке-машинистке, которая на машинке напечатанной набирала заявление, вторую очередь для приема документов, потом была живая очередь для осмотра автомобилей и после обеда уже была обработка документов. И будем откровенны, счастливы были те люди, которые к концу дня получали заветные номерные знаки, техпаспорта. Я, в общем-то, примерно день уходил на оформление документов. Сейчас? Упростилась ли эта процедура? Сейчас, значит, в 98-м году произошло два события. Первое. Открылась МРЭО в Северодонецке. Вот по инициативе тогдашнего мэра, и не только по инициативе, а при большой поддержке, открылась МРЭО в Северодонецке. То есть, вот этот поток транспорта, он разделился на два ручья. Лисичанский и Северодонецк снизилась нагрузка и на людей, и на сотрудников МРЭО. Это положительный пример, и, пожалуй, вообще это первый шаг к реформированию был со стороны органов местного самоуправления. И второе событие. Это вышло в 98-м году постановление Кабинета Министров 1388 о порядке регистрации, которое, к сожалению, настолько усложнило процесс регистрации, привело столько много сторонних организаций для осуществления процесса переоформления автомобилей, что вот последние полтора десятилетия автомобилисты действительно просто мучились от такого процесса сложного. Сейчас сервисный центр, постепенно, вот последние несколько лет шла эта реформа, и, в общем-то, освободились от всего этого балласта. Процесс перерегистрации вообще выглядит, ну, до неузнаванимости легким. Продавец и покупатель обращаются в сервисный центр, проверяется автомобиль по базе угон и на наличие арестов, то есть подтверждается чистота сделки. В сервисном центре составляется договор купли-продажи совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно. Администратор только заверяет личности продавца и покупателя и заверяет договор. И идет прямая перерегистрация. Даже с сохранением номерных знаков, если они действующего ГОСТа, там где четыре буквы и четыре цифры. Вот, пожалуй, и все. Какие функции Вы сейчас выполняете? То есть это перерегистрация автомобилей, а дальше вот что? Это перерегистрация автомобиля. Это выдача и замена водительских удостоверений. С ноября месяца у нас появилась функция выдачи и оформления свидетельств на перевозку опасных грузов. И впереди еще одна такая функция, это выдача свидетельств и регистрация тракторной техники. То есть, в общем-то, полностью весь цикл, который содержит в себе закон Украины о дорожном движении, вот мы его полностью теперь замыкать будем. Сервисных центров на украинском Луганчине, насколько мне известно, сейчас четыре. Раньше было шесть. Ну, вот с уменьшением расходов на аренду помещений, к примеру, также уменьшилось количество людей, которые работали в этих центрах. Скажите, насколько болезненно прошли сокращения, много ли их было? Или наоборот, Вы нашли место каждому сотруднику в этих четырех центрах? Да ну, не только нашли место, а еще и пошел приток новых людей, новых лиц. Молодых и современных людей, которые, в общем-то, на тыс и с компьютерной техникой, и со средствами связи это очень подтолкнуло, очень хороший толчок сделало для нашей службы. Дело в том, что сохранилось четыре МРЭО, но в конце первого квартала планируется создание мобильных групп, которые будут тоже полностью весь цикл, от проверки автомобилей до распечатки документов. И эти мобильные группы будут выезжать в отдаленные города, области, туда, где... Ну, откуда людям сложно будет приехать к Вам. Да, да, да. Поэтому все люди задействованы остались. И, повторяю, такой толчок получили мы за счет притока свежих кадров. Скажите, вот, получается, те люди, в городах, которых нет МРЭО, да, ну, вот бывших МРЭО сервисных центров новых, они могут ждать и должны ждать вот этого мобильного центра или могут обратиться за помощью в любой из четырех центров? Вы знаете, было такое новшество в одной из переорганизаций, как единое окно, которое позволило человеку не только выбирать, куда ближе приехать, а выбирать, куда лучше ему. Там, где его быстрее обслужат, там, где ему больше улыбнутся. И, в общем-то, создание базы национальной, раньше у нас была региональная база по области, теперь национальная, она дала возможность киевскую машину переоформлять, для этого не обязательно в Киеве, да, львовскую машину, не обязательно ехать во Львовск. То есть по всей Украине это действует? Да, по всей Украине, да, да. То есть мы уже занимаемся переорганизацией машин по всей Украине. Давайте поговорим о реформе с той стороны, с которой, наверное, ее увидят большинство наших зрителей, я имею в виду дорогу. Вот водители, которые сейчас сталкиваются с сотрудниками госавтоинспекции, как они ощутят на себе эту реформу? Как она выглядит изнутри? Я думаю, почувствуют реформу и уже, наверное, чувствуют реформу. Дело в том, что в период реформирования нашего ведомства мы тоже были сотрудниками милиции, мы тоже носили погоны. Наша основная задача была это соблюдение правопорядка, предупреждение преступлений и раскрытие преступлений. И как бы там ни было, все равно мы привлекались на какие-то специальные мероприятия или массовые мероприятия. Да, к примеру, четверг до обеда у нас был неприемный днем, у нас был день занятий по служебной подготовке. Вот сейчас мы полностью гражданские лица, мы не задействованы никуда. И согласно графику приема граждан принимаем приемные часы, а даже когда у нас идет обработка материалов или какие-то совещания, это все переносится на понедельник, поскольку суббота у нас рабочий день. То есть старых добрых гаичников, как их называли в народе, в яркой форме, с жезлом в руках, уже на дорогах людям не встретить украинским. До конца 2016 года идет переходный период согласно закону Украины о национальной полиции. И я думаю, в декабре 2016 года уже полностью заработает полицейский. Я вас поняла. Продолжение этой темы было анонсировано, когда заявляли о начале реформирования МРЭ, УГАИ, полиции, о том, что на дорогах теперь будут исключительно видеокамеры, регистраторы, которые определяют скорость автомобиля. Если человек совершил какое-либо правонарушение, то он спокойно продолжает, ну или неспокойно, или чересчур быстро продолжает движение, но на почту ему приходит иск в суд, документы, подтверждающие его нарушения. И вот дальше уже идет разбирательство в этом направлении. Так ли это? Или когда это все-таки нам ожидать? Да, я думаю, так. Я думаю, так. Нельзя назвать конкретных сроков, когда. Ну, все дело идет к этому. Даже в нашем ведомстве мы уже дали объем камер, которые будут установлены, и в зале приема граждан, и в автомобиле, на котором принимаются экзамены по практическому вождению. То есть все будет фиксироваться. И видео, и нарушения, и, допустим, создание очередей в наших центрах сервисных, или там пользование услугами каких-то посторонних лиц. Все это будет фиксироваться. Ну, единственное, это вопрос времени. Вопрос финансирования, вопрос времени. То есть если человек, который нарушает сейчас на дороге, он не увидел сотрудника полиции, который его остановил и сделал замечание, то это не значит, что он останется безнаказанным? Да, конечно. Конечно. Но хочу сказать, если касаться нашего ведомства, вот когда мы еще были, когда носили форму мы, значит, немножко мне процесс регистрации всегда напоминал процесс бракосочетания. Приходит человек и уходит уже со своей собственностью. Но были такие моменты неприятные, когда документ о праве собственности был просрочен. То есть, допустим, справка счет более 10 дней. Как сотрудники милиции мы составляли административный протокол на владельца автомобиля. То есть приятное событие сразу омрачалось. Или же был период времени, когда мы проверяли по административной практике на наличие штрафов, обращающихся к нам, и отказывали в регистрации, пока не будут уплочены все штрафы. Все, сервисный центр оставил эти карательные функции. То есть у нас уже нет ни показателей по протоколам, нет никаких карательных функций у нас. Полностью они с нас сняты уже. Весной ожидается большой поток автомобилей из Европы по сниженным ценам. Скажите, как правильно оформить такой автомобиль? Существуют ли какие-то исключения? Да нет, каких-то особых правил нет. Надо действовать теми законами, которые уже есть, которые существуют. Они написаны с учетом опыта ранее приобретенного. Самое главное – это качественная таможенная очистка этого автомобиля. Самое главное – это тщательная проверка, чтобы это был не двойник. Чтобы машина не была в розыске по Интерполу. И лично мой совет, сейчас предоставлено на усмотрение водителя проходить экспертизу, получать справку эксперта. Вот лично мой совет – не пренебрегайте услугами экспертов-криминалистов. Они у нас очень дотошные, очень хорошо обученные и находят такие вещи, о которых владелец не догадывался, даже не подозревал, эксплуатируя несколько лет машину. Получается, что схема работы по оформлению автомобилей не меняется в связи с реформированием? Или все-таки есть какие-то новшества? Есть, есть. Новшества есть и очень много их, и очень хорошее. Я остановлюсь буквально на двух новшествах. К примеру, 18 ноября прошлого года. Отмена справки счет. Ну, мы не пессимисты, но мы не верили тоже, что может справку счет заменить какой-то документ совершенно бесплатный. Но так получилось, так произошло. Комиссионный магазин, который выдавал справки счета, это та сторонняя организация, которая появилась в связи с принятием постановления кабина в 1998 году. Вот ее упразднили. Обращается покупатель и продавец в сервисный центр. Они могут прийти с договором уже к нам. То есть, они могут в интернете распечатать бланк договора, дома его заполнить. Наш администратор только удостоверяет личности их и заверяет договор. Ну вот маленькая статистика, приведу небольшие цифры. За два с половиной месяца четырьмя центрами в Луганской области составлено порядка тысячи договоров. Если учесть, что стоимость одной справки счет в среднем тысячу гривен, то вот примерно миллион за два с половиной месяца остался на руках автовладельцев. Это прекрасно. Безусловно, я думаю, нашим зрителям не могут не порадовать такие новшества. Что касательно оформления новых, получения водительских прав и восстановления старых. Вот эти процедуры как-то поменялись? Тоже очень сильно поменялись и тоже очень приятно и не стыдно об этом рассказывать. Вот замена водительского удостоверения. Раньше необходимо было подтверждение стажа, чтобы поменять водительское удостоверение. Если владелец стаж не подтверждал, он сдавал экзамены для обычной замены водительского удостоверения. Нужна была карточка экзаменационная, которая, ну естественно, не у всех она хранилась. Сейчас замена водительского удостоверения проводится в любом случае без сдачи экзаменов. Такие же изменения произошли с выдачей дубликата водительского удостоверения, то есть по утере или по краже. Раньше обязательны были экзамены, сейчас нет, сейчас дубликат выдается только после проверок. Значит, экзамены остались только в случае окончания курса, первичного получения водительского удостоверения, открытия категории и после лишения, то есть после восстановления водительского удостоверения, после лишения. Все, в остальных случаях водительское удостоверение заменяется без экзаменов. Оплачивается только стоимость бланка, стоимость бланка на пластиковой основе. И вот буквально последняя новость, это 20 января этого года в газете «Урядовый курьер» опубликовано сообщение Госрегуляторной службы Украины о приостановлении действия нескольких пунктов совместного приказа Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о порядке проведения медосмотра водителя автотранспортных средств. Теперь справки о прохождении медосмотра могут выдавать любые учреждения здравоохранения с лицензией на соответствующий вид деятельности, а не только специальные больницы с особыми водительскими комиссиями. В общем-то это, наверное, тот случай, когда уже наше Министерство внутренних дел уже за собой тянет соседнее ведомство и проводит вот такую реформу. Это очень положительно, очень хорошо скажется на наших водителях. Скажите, а как быть переселенцем про водительские права, которых уже устарели? Тоже никаких проблем. Водительское удостоверение, паспорт, идентификационный код и медицинская справка действующая. И меняется водительское удостоверение на общих основаниях. А вот мы сейчас говорили о новшествах, которые касаются как переоформления автомобиля, так и получения или восстановления водительских прав. Стоимость услуг или полностью исчезла, или изменилась в меньшую сторону? Вот в судах она наоборот возросла. Как вы считаете, это первый шаг на пути к европейскому будущему? Вот такое реформирование? Ну, возросла, наверное, да. Но у нас обратный процесс. Мне трудно было подобрать сравнение. Но, пожалуй, вот такое подойдет. Вот когда бензин на заправках был меньше 10 гривен, и сейчас, по той цене, которую мы знаем, стоимость услуг, к примеру, по переоформлению транспорта снизилась в 5-7 раз. Это вот как раз за счет отмены справок счетов и отмены уплаты 3% в пенсионный фонд при переорегистрации автомобилей бывших употреблений. Это очень здорово. Раньше у жителей, не только Луганской области, всей Украины, и соседних стран МРЭУ, ГАИ ассоциировались только, может, не только, но в большинстве случаев взяточниц. Скажите, сейчас вот коррупция будет искоренена? Вы знаете, буквально недавно я просматривал ленту новостей и наткнулся на одну интересную статью. Можно я приведу буквально одно предложение? Значит, пишет журналист Олег Панфилов. Вот буквально две строчки. Ежедневный поток украинских новостей я делю на две категории. Первая – задержание взяточников. Вторая – из благосферы. Когда украинцы сообщают, к примеру, о том, что переоформили водительские права за полчаса и не могут в это поверить. Читаю такие посты и чувствую, как автора переполняет гордость от того, что Украина становится современной страной. Пишет Олег Панфилов. Вот я прочитал это все, вернулся, еще раз несколько прочитал, еще раз несколько раз прочитал. И подумал, а в общем-то появились у нас случаи, когда сделалось человеку все, а он возвращается и спрашивает. Это все? Ну мы спрашиваем, мы говорим, да, а что? Да вот как-то непривычно, как-то хорошо, быстро все. И я подумал, вот каждый день одно спасибо – это такое хорошее зернышко, это такой росток к тому, что реформы идут в нужном направлении. Да хотя бы к тому, что реформы идут. Ну вот люди приходят к вам не один раз, да? Вот сколько жителей воспользовались вашими услугами, всеми услугами за последнее время? Ну, допустим, за месяц этого года больше тысячи, примерно полторы тысячи человек воспользовались услугами нашего центра. Но это жители не только Лисичанска? Нет, не только, не только. И Лисичанска, и Попаснянский район, и другие областя, и разные, да. С учетом единого окна очень разношерстные посетители. Реформирование не только вашей структуры, но и вообще создание нового государства украинского проходит в непростое время. Мы находимся недалеко от линии разграничения, от линии фронта. Скажите, пожалуйста, вот есть ли какие-то региональные особенности реформы МРЭО и ГАИ у нас на Луганщине? Да я бы сказал, это не особенности реформирования, а действительно особенностью. Я даже не знаю, какой особенностью это назвать. Да, действительно есть. Проводятся у нас селекторные совещания каждую неделю. И, ну, пожалуй, три области, Крым, Луганский, Донецк, это вот проблемные действительно области, потому что часть людей осталась по ту линию разграничения. Вот, с транспортом, с имуществом, некоторые переехали сюда и обращаются по переоформлению. И есть такие проблемы. И по наличию арестов, потому что где-то не работает уже исполнительная служба или утеряна информация. Поэтому действительно есть. Но нам проще, мы здесь на месте, у нас какие-то еще связи остались, мы можем какие-то проверки провести. А вот если этот гражданин выехал, допустим, в Киев или там в какие-то другие МРЭО, все равно они обращаются к нам и как-то стараемся эту искать информацию. Но проблема такая есть, действительно. Хотелось бы закончить нашу передачу не на проблемах, а вот на позитивной волне. Скажите, как вы, вот лично вы считаете, вот это реформирование, оно принесет нам положительные стороны? Несомненно. Я вообще считаю, это реформирование, оно еще не окончательное, оно еще будет длиться. Вот, будут какие-то вноситься еще изменения, о которых мы догадываемся. И, ну вот, да, я уверен, я уверен, вот уже мы чувствуем разницу с тем, как работали мы раньше, когда мы вот на законную просьбу или на законные требования владельца автомобиля, мы вот некоторые моменты не могли решить. Вот, к примеру, ну неправильно сняли с учета где-то в другой области. Приходилось и звонить, и просить изменить, и какие-то изменения в базе сделать. Сейчас это все намного гибче, намного проще. Есть у нас колл-центр, в который мы обращаемся. Он работает практически круглосуточно. И я вообще скажу, конечно, вот к нашим областям, по крайней мере к нашей Луганской области, отношение очень сильно изменилось. Вот наш звонок и, по-моему, все остальные просьбы откладываются в сторону. И сначала выполняется наша просьба. Да, первоочередно. Вот это действительно чувствуется. И это приятно. На этом я оставлю точку в нашей сегодняшней беседе. Спасибо нашим зрителям за внимание. Напоминаю, что темой дня сегодня было реформирование областной службы ГАИ. У нас в студии был Дмитрий Бородавкин, исполняющий обязанности начальника территориального сервисного центра города Лисичанска. Меня зовут Галина Горишняк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин